на его берегах плещется самое синее море а горы отодвинувшись уступили место кипарисом и домишкам с красными крышами он всегда по пути но скромничает сторонке не рассмотрев внимательно не почувствуешь всю силу его обаяния всегда при нем верная кошечка конечно ласковая но это не точно я оси мизе сегодня мы отправимся в поселок семи из и будем удивляться самобытным домиком ухоженным улочкам потрясным пляжем умопомрачительным скалом да что я предвосхищаю пойдемте уже быстрее начнем с того что семи из удобно расположен относительно основной трассы вдоль южного берега крыма даже если ваше жилье на отдыхе расположена не в семи изе то спуститься с трассы и сделать остановку в этом красивом месте особого труда не составит если вы на автомобиле то припарковаться можно рядом с центральным парком дорога к скале дива лежит как раз через него парк ухоженный очень зеленый вообще здесь очень красиво с греческого языка слова семи из переводится как флаг в начале двадцатого столетия здесь было начато строительство пансионатов и вилл часть из которых сохранились до сих пор именно тогда семи из и стал роскошным и престижным курортом крыма вообще обалденно шикардос друзья посмотрите прямо за мной гора кошка и скала дива туристы отмечают интересный факт верхняя часть скалы напоминает женский профиль с распущенными волосами правда я этого не увидела почему дива есть конечно прекрасная легенда на этот счет но в целом дива в переводе с татарского джива божественное здесь правда божественно красиво как-то вот здесь благородно знаете вот все это очень старое но в то же время очень красиво этот забор идеально вписывающийся в ландшафт гор красота невероятная просто этот пляж летом я думаю здесь как жарко друзья мои расскажу вам историю которая случилась со мной в поселке семи из на самом деле несмотря на то что я в крыму уже достаточно давно поселки 7 из я второй раз и второй раз пришла специально для того чтобы записать это видео для вас предыдущий раз когда я здесь была мы спустились к скале дива и вы в общем то это видели в первой части этого видео а сейчас мы идем на скалу дива мы будем на нее подниматься но правда непонятно по какой тропе сейчас попробуем найти пока одни буераки кругом если вы видите вот сейчас попробуем снять для вас сверху с высоты скалы дива весь поселок семи из так идем за ищими тропами посмотрите друзья занимает около 15 минут ступени отшлифованные тысячами ног становятся скользкими когда льет дождь а порывы ветра на вершине бывают очень сильными поэтому подниматься на скалу лучше в сухую и безветренную погоду вот она верхушка российский флаг дополнительные и украсть на самом деле на такой пляж еще не грех приехать а вон вдалеке вот это вот это наша гора айпетрии ну и чайка полетела очень здесь приятно правда виды потрясные что это попасть на скалу дива можно еще и по подвесному мосту длина моста 100 метров высота 30 метров кстати мост неплохо раскачивается особенно когда находишься посередине это все еще крым представляете со скалы дива кошка уже выглядит несколько иначе кстати о кошке и его отца на нее любой с высоты окружающими пейзажами ну и конечно ни одна крымская достопримечательность не может обойтись без легенда однажды в пещере близ деревни поселился отшельник селя не считали его святым и оттого прониклись к нему глубоким уважением на наделе старик этот не был ни отшельником не святым а лишь преступником решившим сбежать от людей из своего прошлого уважение селян вызывало в нем гордыню который старик никак не мог противиться он считал что обманул не только людей но и богов тогда ты дьявол задумал сыграть с ним злую шутку первый раз он обратился в кошку и посетил старика в его пещере преступник впустил животное но нежное мурлыканье кошки напомнило ему о людях и собственных грехах так что животное он выбросил из пещеры во второй раз другой дьявол притворился красивой девушкой и попался старику в невод и перед этим искушением преступник устоять не смог но боги разгневались за такое отношение к любви святости и доверию обратив всех в скалы с тех пор и стоят одиноко три горы монах дива и гора кошка правда сегодня остались только кошка и дива монах в итоге раскрошился на мелкие камни после ялтинского землетрясения 1927 года а вот это вот друзья это то что осталось от скалы монах она была посередине но в 1927 году ялтинское землетрясение превратила ее вот такие вот камушки и сегодня только осталось дива и кошка кошка в общем-то вам отсюда не видать потому что мы сейчас на ней дива оказалась бомбической локации здесь обязательно стоит побывать каждому полазить по этим камням подняться и почувствовать морской воздух а с вами была алена шкода